Добрый вечер! В эфире информационная программа День города. Кто-то называет сегодняшний рабочий день двойным понедельником, кто-то продолжает радоваться прошедшим продолжительным выходным, а мы традиционно подводим итоги сегодня в эфире. В Рязанской области будет создана общественная система контроля за ремонтом дорог. Сначала специальность, потом оплата обучения. В Рязанском медицинском университете подписали трехсторонний договор. Около 20 тысяч рязанцев отметили День России на галоконцерте фестиваля «Щиты Лира». В Рязанской области будет создана система общественного контроля за ремонтом дорог. Этот вопрос стал одним из ключевых на встрече губернатора Олега Ковалева и председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова с участниками праймерис Единой России. Подробнее Марина Комиссарова. Порядка 200 миллионов рублей потратит Рязанская область на ремонт дорог в райцентрах. Такое предложение участников праймерис Единой России поддержал губернатор Олег Ковалев и председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров. Одной из первоочередных задач при этом, по словам главы региона, станет установление общественного контроля за расходованием средств. В ходе встречи было выдвинуто предложение о включении представителей Единой России в систему контроля за ремонтом автодорог. Губернатор отметил, что в Рязани уже ведется серьезная работа по контролю за качеством, неразивых подрядчиков заставляют переделывать брак и этот опыт планируется распространить по всей области. Я был очень неудовлетворен тем, как вышлялся контроль и не только я, в целом обществе было неудовлетворено. Поэтому контроль от того, кто является заказчиком и кто нанимает подрядчиков, мы забрали и отдали Минрегбезопасности во главе с Андреем Лазуновым. Вы знаете, да, сегодня он был депутатом, сейчас он министр Министерства региональной безопасности и контроля. И подчинили лабораторию, которая проверяет качество асфальта, бетонной смеси, подчинили оперативном порядке этому министерству. Значит, я думаю, что там должен быть такой же механизм. Должны быть созданы тоже рабочие группы, которые должны войти представители Единой России и представители общественности, которые есть, общественных организаций. И они должны осуществлять тоже по секторам разбития, осуществлять контроль и доводить все это дело до руководства с тем, чтобы мы могли принимать управленческие решения. Дополнительные средства на ремонт и реконструкцию дорог регион получил за счет использования системы Платон и повышения акцизов на топливо. И при поддержке председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова. По словам главы региона, 200 миллионов рублей, полученные от акцизов, недостаточно большая сумма для приведения в порядок региональных дорог. Но для райцентров эти средства станут заметным подспорьем. Губернатор подчеркнул, что необходимо проработать механизм распределения средств не позже 1 июля. В этом случае муниципалитеты смогут провести торги по выбору подрядной организации и начнут работы в теплое время года. Когда Дума принимала решение о том, чтобы создать источники, источники средств, которые сегодня область, на самом деле вся страна направляет на ремонт дорог, на ремонт дорог, я с требуемой Государственной Думы обратился ко всем политическим партиям, фракциям, предложениям. Давайте вместе организуем контроль, контроль за качеством этой работы, за эффективностью использования этих средств. Вот желающих осуществлять ту работу, о которой сейчас говорили Олег Иванович, Игорь Васильевич, не находится. Вот покричать, пошуметь – это легко. А вот когда надо пахать реально, идти и смотреть, как осуществляется ремонт дороги, как осуществляется ремонт здания, дома и так далее, вот тут никого нет желающих. Вот это главное достоинство сегодня того, что предлагает Олег Иванович, она берет на себя очень тяжелую работу. Вот эту тяжелую, нелегкую работу по контролю за эффективностью. Как подчеркнул в ходе встречи глава региона, несмотря на общероссийские экономические сложности, приоритет социальной политики правительства области остается неизменным. В частности, в регионе решен вопрос с местами в детских садах, планируется строительство новых школ, как в областном центре, так и в районах. Ковалев и Макаров обсудили с участниками «Праймерис» насущный вопрос импортозамещения и поддержки местного производителя. Рассказали о намеченном плане действий для устранения проблем, связанных с капитальным ремонтом. Для контроля за осуществлением капремонта в регионе созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители «Единой России» и общественники, проживающие непосредственно в ремонтируемых домах. Сегодня именно образование дает возможность получить хорошую профессию, приобрести карьерный рост и в конце концов стать образованным человеком. Нет необходимости отказываться от реализации своей мечты только по причине отсутствия денег. На днях состоялось подписание трехстороннего соглашения между Министерством образования и науки, Сбербанком России и Рязанским медицинским университетом. О процентных ставках и сроках погашения кредита для заемщиков Ирина Ковалева. Соглашение об информационном сотрудничестве в области предоставления государственной поддержки образовательного кредитования 10 июня подписанное ректором Рязанского государственного медицинского университета Романом Калининым и руководителем Рязанского отделения Сбербанка России Сергеем Фроловым является важным шагом на пути к доступности высшего образования. Согласно данному документу, кредит на образовательные нужды может быть предоставлен гражданам в возрасте от 14 лет на весь срок обучения. Залог при этом не требуется. Заемщик может получить до 100% стоимости обучения с отсрочкой по погашению кредита без выплаты банку основного долга и части процентов за первый и второй год пользования образовательным кредитом. Процентная ставка при этом составит всего лишь 7,75%. Это очень выгодные условия. И мы надеемся, что в этом году у нас уже будет не одна, не две сборки, а достаточно большое количество сделок, по которым студенты смогут получать наши деньги и использовать их для повышения своего образовательного уровня и получения очень важного образования в России. Потому что медицина – это одна из самых паралитетных сфер развития сейчас в России. Я надеюсь, что в том числе и в Рязани мы увеличим количество людей, получающих качественное и хорошее образование медицинское. И надо дополнить, что проект поддерживается Министерством образования Российской Федерации. Мы сегодня также будем подписывать и третий экземпляр, который заверен в пункцию заместителя Министра образования Российской Федерации, господин Климова. Программа носит действительно федеральный характер. Вузы Министерства здравоохранения в ней участвуют, имеют поддержку Министерства здравоохранения Российской Федерации. Поэтому это достаточно большой федеральный именно проект, который сегодня вступает в наш ВУЗ и действительно расширяет партнерство с Азербайджаном Российской Федерации. Немаловажен и тот факт, что возвращать образовательный кредит заемщик начнет только после завершения обучения в медицинском университете в течение 10 лет, то есть получив профессию, устроившись на работу и имея постоянный источник дохода. Целую неделю полицейские всей страны удивляли рязанцев не только профессиональными качествами, но и вокальными талантами. Яркой точкой в 11-м Всероссийском фестивале музыкального творчества МВД «Щит и Лира» стал гала-концерт, прошедший в День России на Площади Победы. А днем ранее палитры голосов насладились жители и гости села Константиново. География участников была обширной. Коллективы приезжали со всей страны, от Москвы до Алтайского края. Победителем стал сотрудник культурного центра МВД России Паризанской области Антон Минаев. Я настолько рад, что смог одержать победу. В такой номинации родился я с песнями на родной рязанской земле. Четыре года я работаю в управлении МВД России Паризанской области. И знаете, на самом деле, прекрасно дается совмещать свою основную деятельность. Я являюсь сам врачом, преподаю в Рязанском медуниверситете. Знаете, наверное, это, конечно, хобби. Уже такое хобби, которое занимает, наверное, пол моей жизни. И без этого я жить не могу. И счастлив, что мне удается совмещать два вида деятельности. Награждение победителей состоялось в воскресенье. Под аплодисменты горожан, пришедших на Площадь Победы, отметить День России и своими глазами увидеть главное шоу – гала-концерт. За годы проведения фестиваля финальный этап конкурса проходил во многих городах России. В Санкт-Петербурге, Сочи, Саратове, Барнауле, Грозном, Нижнем Новгороде и других. В этом году гран-при получил вокальный ансамбль «Золотые погоны» из Ярославля. Уже более 10 лет музыкальный фестиваль «Щит и Лира» доказывает, что в МВД России служат талантливые люди, которые в каждом начинании – от исполнения прямых служебных обязанностей до творчества – стремятся повышать свой уровень. Вместе с победителем фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» перед собравшимися выступали группы «Нана», «Бандера», «Санна Семенович», «Вия Волга-Волга», «Эмма-М» и лучшие музыкальные коллективы полиции. Завершился праздник залпами салюта. 11 лет назад в ходе Всемирной Ассамблеи здравоохранения министры разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. Так, в день рождения Нобелевского лауреата Карла Ланштейнера, открывшего группу «Крови у человека», в календаре появилась знаменательная дата – день донора. Положа руку на сердце, многие ли из нас, готовы помимо сочувствия, например, жертвам ДТП, добровольно оказать помощь пострадавшим. Всемирный день донора крови – особый день, отмечаемый в честь людей, безвозмездно предоставляющих свою кровь во имя спасения человеческих жизней. День координируется Всемирной Организацией Здравоохранения, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным Обществом по Переливанию Крови и Международной Федерацией Организаций Доноров Крови. Этот праздник, конечно, не зря придуман, потому что доноры и вообще почетные, доноры – это герои, которые частично своей крови, они оказывают помощь больным, и им низкий поклон и большая благодарность. Почетными донорами России считаются люди, которые не менее 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка, доноры могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учебы. Кроме того, им положены ежегодные выплаты в размере около 12 тысяч рублей. В службе крови я работаю более 30 лет, являюсь почетным донором. По своей работе мы, наверное, как никто другой, знаем, как бывает, требуется кровь в родильные дома, в хирургические отделения, в ожоговые центры, в детскую гематологию, во взрослую гематологию. И поэтому многие сотрудники нашей станции сдают кровь и являются почетными донорами. Кровь нужна в больницах и роддомах постоянно. Количество людей с заболеваниями, требующими срочных переливаний, и жертв несчастных случаев не становится меньше, и потребность в донорах никогда не иссякнет. Началось на первом курсе, как я поступила в медицинский университет. Вот сегодня уже, наверное, 17-й раз получается за все время. А почему у вас все это практикает? Для чего вы не станете? Ну, потому что есть люди, которые болеют, которым эта кровь нужна, кому-то она действительно может помочь, а для нашего здоровья это никакой угрозы не несет. Сейчас в Рязани и области более трех тысяч почетных доноров. И главной целью всех их является бескорыстная помощь совершенно незнакомым, но очень нуждающимся людям. Бояться процедуры не стоит. Все, что нужно, прийти на станцию, где врачи оценят состояние вашего здоровья, и в случае, если противопоказания отсутствуют, аккуратно и бережно проведут операцию, которая, возможно, спасет чью-то жизнь. Имя русского мореплавателя и писателя, вице-адмирала Василия Михайловича Головнина, вписано в историю золотыми буквами. Причем это самое золото родилось не в чиновных креслах, а в тяжких морских путешествиях. Он совершил два исторических кругосветных плавания и заслужил звание первого русского писателя-мариниста. В год его 240-летия в свет вышла книга рязанской писательницы Людмилы Анисаровой «Вице-адмирал Головнин». Прониклась историей и встретилась с автором Марина Комиссарова. На необозримых просторах морей и океанов земного шара разбросано множество островов и островков, бухт и заливов, названных именами русских мореплавателей, ученых, военных и политических деятелей. Еще с отдаленных времен русские люди с настойчивостью и целомудренной волей, подвергаясь опасностям и преодолевая невероятные трудности, совершали смелые плавания, открывали новые земли. Они несли в эти земли культуру и просвещение. Имя Василия Головнина стоит в одном ряду с такими мореплавателями, как Атласов, Крузенштерн, Беринг. Именем замечательного русского мореплавателя-исследователя названы мыс на юго-западном берегу бывшей Русской Америки, горы на острове Новая Земля и пролив между островами Курильской гряды Райкоку и Матау. Не оценим его вклады в то, что острова Курильской гряды сегодня – часть нашего государства. Это книга для всех, кого интересует история России. Для всех, кого интересует история нашего российского флота. Ну и я думаю, что для большинства рязанцев, потому что имя Василия Михайловича Головнина у нас в Рязани знают достаточно хорошо. Ну, наверное, те, кто вообще что-то знают, будем так говорить, да уж откровенно. Я бы назвала его нашим рязанским национальным героем. Не случайно стоит великолепный памятник при подъезде к поселку Старожилово. Трудно найти в истории нашей страны другого мореплавателя, который мог бы сравниться с Василием Головниным по широте своего образования и многогранности деятельности. Он был мореплавателем и ученым, кораблестроителем, историком и географом. Кроме того, Василий Головнин собрал уникальную библиотеку. Сегодня собрание книг Головнина представляет особенный интерес. Над проектом по его реконструкции вплотную работали сотрудники областной библиотеки имени Горького. Просматривая наш фонд, потому что фонд мы свой постоянно изучаем и постоянно делаем какие-то открытия, мы обнаружили, что в фонде Рязанской областной универсальной научной библиотеки находятся 38 экземпляров из его личной библиотеки. Далее мы пошли уже изучать, какие же есть книги в библиотеке Кремля, в нашем государственном архиве, в других библиотеках Рязанского региона. И обнаружили, что на сегодняшний день мы можем говорить о более чем 70 экземплярах. Я вот не случайно не упоминаю конкретную цифру, потому что поиск продолжается. И почти каждый день, каждую неделю цифра эта изменяется. Не случайно книга о Василии Головнине вызвала интерес на Всероссийском литературном фестивале «Красная площадь», который состоялся в Москве. Историко-художественное повествование написано для того, чтобы познакомить соотечественников и прежде всего земляков-рязанцев с жизнью выдающегося деятеля. На счету Людмилы Анисаровой книга о Новикове прибое, также рязанцы-мореплавателе. И теперь морская тема, по словам писательницы, вряд ли уйдет из ее жизни. В ближайшем будущем она планирует работу над еще одной книгой о моряке «Выходцы из Касимова». Морское сообщество в Рязани довольно сильно и крепко. И помнить о славных подвигах наших земляков – первоочередная задача. Такими были главные темы и события к этому часу. Смотрите наши программы не только в эфире, но и на сайте город62.тв. Оставайтесь с нами и до новой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok